Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о двух противоположных точках зрения. Одна точка зрения это за совместный сон малыша с родителями, вторая точка зрения против. Я приведу аргументы как мнение за, так и мнение против. Ну что, поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько мне известно, проблемы совместного сна, либо сна по отдельности, решают не только молодые семьи, но и опытные многодетные. Все постоянно задаются вопросом, что же лучше, спать вместе с малышом или отложить его в отдельную кроватку. Итак, давайте сначала начнем с аргументов против совместного сна. Хочется отметить, что в Советском Союзе многие спали с родителями вынужденно, поскольку не хватало просто отдельных спальных мест. Если у вас была именно такая ситуация, вспомните, как вы хотели побыстрее от родителей обособиться. И, конечно, на подсознание вы переносите это на нынешнюю ситуацию и по привычке думаете, что это хорошо и хотите для ребенка лучше. Пытайтесь побыстрее создать ему отдельное спальное место и отселить от себя. А вопрос, надо ли это? Ну, а теперь давайте перейдем к плюсам сна-порознь. Итак, первый плюс – это, соответственно, то, что ребенок находится в отдельной кроватке, возможно, даже в другой комнате. И мама с папой могут расслабиться, могут спокойно шевелиться, не переживать, что рядом надлежит маленькое чудо, и не сковывать себя в движениях, особенно это актуально для работающих пап и мам. Второй плюс, хотя он несколько сомнительный, является заблуждением родительским, это сокращение вероятности синдрома внезапной смерти. То есть большинство родителей считает, ну, которые приверживаются данной теории, считают, что если младенец лежит отдельно, то, скорее всего, он не умрет от удушья, и вероятность наступления синдрома внезапной смерти намного больше сокращается. Третий плюс – это возможность близости между мужчиной и женщиной. При совместном сне такая возможность сильно уменьшается. И статистика показывает, что именно из-за таких проблем часто распадаются семьи. Следующий плюс, четвертый – это защита от лишних инфекционных заболеваний. Когда малыш спит отдельно от родителей, и, естественно, тесно с ними во сне не контактирует, то сокращается вероятность того, что родители будут передавать инфекционные заболевания малышу. Пятый плюс – невозможность перекармливания младенца. Мама не может сквозь сон каждый раз предлагать малышу грудь, поскольку ребеночек находится в отдельной кроватке, и, скорее всего, ей придется просыпаться, идти и кормить. И действительно, она будет кормить только в тех случаях, когда действительно ребенок в этом нуждается. Сокращение риска перегрева малыша. Соответственно, детишки, которые спят в отдельной кроватке от родителей, имеют меньшую вероятность перегрева, нежели малыши, которые находятся в тесном контакте с мамой и папой. Ну и самый, наверное, жирный плюс отдельного сна, что рано или поздно станет все равно вопрос отучения малыша от родительской кровати. А если вы его никогда не приучали, то какие проблемы? Во-первых, вы сразу сокращаете возможность психологических травм, поскольку малыш изначально с ранних месяцев спит отдельно, и для него это в порядке вещей. Ну, а во-вторых, вы бережете свои нервы, поскольку никаких истерик вы не получите в этом случае. Ну, а что насчет плюсов совместного сна? Первый плюс – это ощущение безопасности. Находясь рядом с мамой в кроватке, малыш ощущает себя в полнейшей безопасности, поскольку он во время внутриутробного развития привыкает к ее ритму сердца, к чистоте ее дыхания и так далее. И в новом мире он, соответственно, чувствует себя намного спокойнее. Второй плюс – это отсутствие ощущения брошенности и ненужности. Ведь отселенный малыш в отдельную кроватку с решетками как раз ощущает вот эту вот ненужность и брошенность, что впоследствии может сказываться на его мнительности, восприятии мира и себя. Третий плюс – улучшение общего физиологического состояния малыша. Практика показывает, что детишки, которые спят вместе с мамочками, меньше подвержены кишечным коликам, кроме того, легче переживают процессы прорезания зубов и меньше подвержены энурезам и ночным кошмарам. Следующий плюс – это простота в укладывании малыша. Многие детки просыпаются при перекладывании с места на место. Соответственно, при совместном сне такое невозможно. Кроме того, и дневной сон протекает легче и проще уложить малыша. Следующий плюс – это упрощенная процедура кормления. Маме не надо каждый раз посреди ночи вставать и бежать к другой кроватке, чтобы накормить малыша. Ей достаточно в полудреме подложить ребенку грудь, а со временем малыш сам научится находить ее. Шестой и очень важный плюс для женщин – это поддержание лактации. Совместный сон малыша с мамочкой способствует лучшей выработке молока и поддержанию и сохранению лактации у женщины. Следующий и также не менее маловажный плюс – это снижение вероятности синдрома внезапной смерти. На самом деле, это большое заблуждение, что синдром внезапной смерти наступает чаще именно при совместном сне. Это вовсе не так. Дело в том, что мама, когда ребенок лежит в другой кроватке, не слышит удыхание и вероятность наступления синдрома внезапной смерти как раз выше при отдельном сне. Помните, я говорил о сокращении вероятности перегрева малыша при отдельном сне? Теперь же мы поговорим о плюсе совместного сна – это снижение риска переохлаждения младенца. И как раз если младенец открылся в кроватке и остался без одеялка, его все равно согреет тепло матери. Чего невозможно при отдельном сне. Еще один момент, наверное, стоит отнести к плюсам – это эмоциональная связь. Многие приверженцы совместного сна считают, что при таком сне младенец более эмоционально связан с родителями, нежели в случае раздельного сна, и вырастает более уравновешенным и спокойным человеком. Друзья, подытоживаю, хочу сказать, что на данный момент нет четкого ответа, какой сон является лучше – отдельно от родителей или совместно с родителями. Как вы видите, количество плюсов как отдельного, так и совместного сна примерно совпало. Поэтому мне кажется, что данный вопрос должны каждый родитель решать индивидуально. Что же касается нашей семьи, то мы придерживаемся идеи совместного сна и идеи более здоровой психики в этом случае. Ну а на сегодня все. Если у вас есть что добавить, обязательно пишите об этом в комментариях, а также задавайте свои интересные вопросы. Кроме того, подписывайтесь на канал, делитесь этим роликом с друзьями, и обязательно ставьте пальчики вверх этому видео. Ну а я с вами прощаюсь. Впереди еще много всего полезного и интересного. До новых встреч. Пока!